Палочка-выручалочка Сутеев Рассердился заяц, нападал палку ногой, и она далеко в сторону отлетела, а ежик поднял палку, закинул ее себе на плечо и побежал догонять зайца. Увидел заяц у ежа палку, удивился. Зачем тебе палка? Что в ней толку? — Эта палка непростая, — объяснил ежик. — Это палочка-выручалочка. Заяц в ответ только фыркнул. Пошли они дальше и дошли до ручья. Заяц одним прыжком перескочил через ручей и крикнул уже с другого берега. — Эй, колючая голова, бросай свою палку, тебе с нею сюда не перебраться. Ничего не ответил ежик, отступил немного назад, разбежался, воткнул на бегу палку в середину ручья, одним махом перелетел на другой берег и стал рядом с зайцем, как ни в чем не бывало. Заяц от удивления даже рот разинул. — Здорово ты, оказывается, прыгаешь! — Я прыгать совсем не умею, — сказал ежик. — Эта палочка-выручалочка через все скакалочка мне помогла. Пошли дальше. Прошли немного и вышли к болоту. Заяц с кочки на кочку прыгает, ежик позади идет, перед собой палкой дорогу проверяет. — Эй, колючая голова, что ты там плетешься еле-еле? Наверное, твоя палка? Не успел заяц договорить, как сорвался с кочки и провалился в трясину по самые уши. Вот-вот захлебнется и утонет. Перебрался ежик на кочку поближе к зайцу и кричит. — Хватайся за палку, да покрепче! Ухватился заяц за палку. Ежик изо всех сил дернул и вытянул своего друга из болота. Когда выбрались на сухое место, заяц говорит ежу. — Спасибо тебе, ежик, спас ты меня! — Что ты! Это палочка-выручалочка из беды вытягалочка! Пошли дальше. И у самой опушки большого темного леса увидели на земле птенчика. Он выпал из гнезда и жалобно пищал, а родители кружились над ним, не зная, что делать. — Помогите, помогите! — чирикали они. — Гнездо высоко, никак не достанешь. Ни еж, ни заяц по деревьям лазить не умеют, а помочь надо. Думал ежик, думал и придумал. — Становись лицом к дереву! — скомандовал он заяцу. Заяц стал лицом к дереву. Ежик посадил птенца на кончик своей палки, залез с ней зайцу на плечи, поднял как мог палку и достал почти до самого гнезда. Птенчик еще раз пискнул и прыгнул прямо в гнездо. Вот обрадовались его папа и мама, вьются вокруг зайца и ежа, чирикают. — Спасибо, спасибо, спасибо! А заяц говорит ежу. — Молодец, ежик, хорошо придумал! — Что ты! Это все палочка-выручалочка, наверх-поднималочка! Вошли в лес. Чем дальше идут, тем лес гуще, темнее. Страшно зайцу, а ежик виду не подает. Идет впереди, палкой ветки раздвигает. И вдруг из-за дерева прямо на них огромный волк выскочил, загородил дорогу, зарычал. — Стой! Остановились заяц с ежом. Волк облизнулся, лязгнул зубами и сказал. — Тебя, еж, не тронут и колючий, а от тебя, косой, целиком съем с хвостом и ушами. Задрожал зайчик от страха. Побелел весь, как в зимнюю пору. Бежать не может, ноги к земле приросли. Закрыл глаза. Сейчас его волк съест. Только ежик не растерялся. Размахнулся своей палкой, что из силы, а грел волка по спине. Взвыл волк от боли, подпрыгнул и бежать. Так и убежал, ни разу не обернувшись. — Спасибо тебе, ежик! Ты меня теперь и от волка спас! Это палочка-выручалочка, по врагу ударялочка! — ответил ежик. — Пошли дальше. Прошли лес и вышли на дорогу. А дорога тяжелая, в гору идет. Ежик впереди топает, на палочку опирается. А бедный заяц отстал, чуть не падает от усталости. До дома совсем близко, а заяц дальше идти не может. — Ничего, — сказал ежик, — держись за мою палочку. Ухватился заяц за палку и потащил его ежик в гору. И показалось зайцу, будто идти легче стало. — Смотри-ка, — говорит он ежу, — твоя палочка-выручалочка и на этот раз мне помогла. Так и привел ежик-зайца к нему домой. А там давно и бы поджидала зайчиха с зайчатами. Радуется встрече, а зайца говорит ежу. — Кабы не эта твоя волшебная палочка-выручалочка, не видать бы мне родного дома! Усмехнулся ежик и говорит. — Бери от меня в подарок эту палочку. Может быть, она тебе еще пригодится. Заяц даже опешил. — А как же сам ты без такой волшебной палочки-выручалочки останешься? — Ничего, — ответил ежик, — палку всегда найти можно. А вот выручалочку... Он постучал себя по лбу. А выручалочка-то вот-то она где! Тут все понял, заяц. Верно ты сказал, важна не палка, а умная голова да доброе сердце. Разные колеса. Телега непростая. Все колеса разные. Одно совсем маленькое колесико, другое побольше. Третье среднее, а четвертое большое-пребольшое колесище. Телега, видно, давно стоит, грибы под ней растут. Стоят мушка-лягушка, ежик да петушок, смотрят и удивляются. Тут заяц на дорогу из кустов выскочил, тоже смотрит, смеется. Это твоя телега, спрашивают заяца. Нет, это медведи телега. Он ее делал-делал, не доделал, да и бросил. Вот она и стоит. А давайте возьмем телегу домой, сказал ежик. В хозяйстве пригодится. Давайте, сказали остальные. Стали все телегу толкать. А она не идет, у нее все колеса разные. Толкали-толкали, толку никакого. Телега то направо завернет, то налево упадет. И дорога плохая, то яма, то кочка. А заяц хохочет, от смеху надрывается. Кому нужна такая негодная телега? Устали все, а бросить жалко. В хозяйстве пригодится. Опять ежик догадался. Давайте все по колесу возьмем. Давайте. Сняли с телеги колеса и домой покатили. Мушка маленькое колесико, ежик побольше, лягушка среднее. А петушок вскочил на самое большое колесище, ногами перебирает, крыльями хлопает и кричит. Коу-кори-коу. Заяц смеется. Вот чудаки. Домой разные колеса покатили. Тем временем мушка, ежик, лягушка и петушок прикатили колеса домой и задумались, что с ними делать. Я знаю, сказала мушка. Взяла самое маленькое колесико, прялочку сделала. Ежик догадался. К своему колесу две палки приладил. Тачка вышла. Я тоже придумала, сказала лягушка и колесо побольше к колодцу пристроила, чтобы лучше было воду брать. А петушок большое колесище в ручей опустил, жернова поставил и мельницу построил. Все колеса в хозяйстве пригодились. Мушка на прялочке нитки придет, лягушка с колодца воду носит, огород поливает. Ежик из лесу на тачке грибы, ягоды, дрова водит. А петушок на мельнице муку мелит. Пришел как-то к ним заяц на их житье посмотреть. А его, как дорогого гостя, приняли. Мушка ему варежки связала, лягушка морковкой с огорода угостила, ежик грибами да ягодами, а петушок пирогами да ватрушками. Стыдно стало зайцу. Простите меня, говорит. Я смеялся над вами, а теперь вижу, в умелых руках и разные колеса могут пригодиться. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok